Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельяна. Наталья Некрасова. С автором проекта «Изба вязальна», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Мы хотим напомнить о том, что приближается 9-месячный курс машинного вязания по авторской методике Натальи Некрасовой. И у нас этот курс стартует 11 сентября с первого курса, который называется «Вводным». И задача, которую мы ставим на 9-месячный курс, это все-таки вывести тех, кто пришел с нуля на уровень специалистов вязания на заказ по эскизму заказчика. Вопрос, почему специалист вязания на заказ? Ну, потому что, как правило, для себя вяжут достаточно ограниченное количество изделий и по своим, ну, достаточно небольшим запросам. Когда мы вяжем на заказ, заказчик может нам заказать что угодно. Бывают совершенно неожиданные креативные изделия, которые вам в голову не придут. То есть заказчики наши – это люди, которые имеют совершенно другое мировоззрение, и они могут видеть вязаные изделия совершенно не так, как вы его себе представляете. И поэтому задача научиться. Человек пришел к вам с эскизом, и вы понимаете, как это воплотить, а не бегайте по интернету и не ищите. Кто знает, кто видел, пришлите схему. То есть это вот задача, причем именно с нуля. То есть наша задача – тех, кто никогда не видел машину, а у нас в этом году опять есть те, кто только-только сейчас машину покупает, то есть опять будет очень много нулевиков. За 9 месяцев мы вас выведем на уровень вязания на заказ с полного нуля. Мы отказываемся от любых чужих схемок, мы делаем свои, по своему желанию. Для того, чтобы понять, что такое вязание на заказ, я сделала вот такую вот непонятную кляксу. На самом деле мы вспомнили историю про корняк, который шапки шьет. Жадный поп или что-то. Пришел заказчик к скорняку и принес шкуру ягненка и говорит, можно ли сшить шапку? Он говорит, ну, конечно, можно сшить шапку. А две? Ну, и две можно. А три? Ну, и три. И так далее. А десять? Ну, говорит, да нет проблем, и десять можно. Вопрос, какого размера будут эти шапки? Мы эти слайды привели для того, чтобы объяснить, что если вы хотите научиться вязанию за один день, ну, наверное, можно. Вопрос. Вопрос, да. В каком объеме вы научитесь и чему вы научитесь? И каково качество вашего вязания? И каково будет качество? Можно ли научиться за месяц или за два, или за три? Можно. Вопрос объема. Какие знания вы получите в этом размере? Сможете ли вы вязать на заказ или нет? Да, вы будете знать какие-то основные приемы. Там два вида швов, там два вида убавок, два вида там еще чего-то. А может быть и меньше. Но большинство технологий, они пройдут мимо вас. Потому что здесь задача ведь не накидать знания вам, чтобы вы захлебнулись. Нет, даже не то, что захлебнулись. Чтобы вы понимали, что это бывает, но как это сделано, вы это не просмотрели, не провязали. Потому что в нашем курсе каждую технологию, которую мы проходим, вот если есть там семь видов карманов, значит, семь видов карманов мы провязываем. Не провязываем один карман, остальные говорим… Имеем в виду. Да, имеем в виду. Они все провязаны и все присланы на отчеты, чтобы вы их проверили. Почему? Потому что просмотренное, не провязанное, вот оно будет точно так же. Да? Десять шапок. Вопрос, куда вы их наденете? Да, вы знаете, что существует там 15 видов карманов. Но вы не знаете, как их вязать. Через день вы забудете, что их на отцеле, но вообще забудете обо всем. Мы напоминаем о том, что очень много мошенников, людей, которые стараются заработать на ваших стремлениях заплатить. И поэтому, пожалуйста, не реагируйте на посторонние ссылки, когда вам кто-то будет рассказывать, как нужно оплатить, куда, присылать номера кошельков и так далее. Кроме меня, никто этим не занимается. Все вопросы по оплате пишите не под постами. Я даже не понимаю, как эти люди успевают прореагировать, но просто моментально пореагируют и пишут, куда нужно оплатить. Присылают свои кошельки. Все ваши вопросы пишите на адрес пост Избави Зальня Ру. Этот e-mail написан под этим видео. То есть, если вы с экрана не можете набрать, он под этим видео. Копируйте. Или заходите на сайт Избави Зальня РФ, и там есть форма контакты. Вы можете найти, как с нами связаться и написать. И также по нашему любому уроку, точно так же, как по оплате наших курсов с 1 по 9, есть форма оплаты под каждый курс на сайте. Как только вы оплачиваете, я вижу, кто оплатил и куда вас подписать. Мечта любого человека, который имеет визуальную машинку – это… Свитер с оленями. Это уже нарицательное что-то. Свитер с оленями, да. Да, и специально я поэтому нарисовала здесь кота в свитере, потому что мы всегда хотим связать свитер нашему котику. И неважно, кто котик – муж, сын, доча. То есть, кто-то у нас есть, кто-то любимый такой, которого хотелось бы одеть в свитер с оленями. Но вопрос. Если вы уже умеете вязать что-то, умеете что-то делать, вопрос – с чего вы посоветуете начать обучаться другим? С носочков же, либо со свитера? То есть, те, кто уже умеют вязать, они всё-таки понимают, где начало вот этого творческого пути. Ну, наверное, когда дело касается кого-то, вы будете давать правильные советы. Когда дело касается себя, я бы хотела начать со свитера. Дело в том, что эти советы дают уже после того, как набили шишки, потому как все, кто начинает вязать, они начинают именно со свитера. Причем подарочного. Но мы не забываем о том, что свитер – это уже фигуры высшего пилотажа, в которой масса-масса элементов, которые кропотливо отработаны до этого. Это равносильно тому, как марафон на 30 с чем-то там километров в беге. То есть, можно бегать трусой вокруг дома, и это тоже будет бегать. А можно марафон, можно сальто, или какие-то кульбиты, шпагаты в гимнастике. Можно ныряние на 20 метров без акваланга в плавании. Это штопор, либо бочка, либо мёртвая петля в авиации. Никто не начинает сразу вот с этих вот, с апофеоза. То есть, это то, где демонстрируется мастерство, потому что не все выживают в марафоне, не все добегают до конца. Поэтому мы хотим сказать, что если вы мечтаете достичь чего-то большого, начинайте с малого. Именно с малого. То того места, где вы быстро получаете результат. Но, с другой стороны, если вы потерпите неудачу, она для вас не будет смертельной. Она не приведёт к тому, чтобы вы сказали, что нет, машина моя неисправна, таланта у меня нет, всё, надо бы пряжу извёл, муж недоволен и так далее. Начинайте с маленького. Вы получили результат, вы рады. Вы не получили результат, как говорится, ну опять опыт. Так вот задача первого курса, вводного в машинное вязание, это систематизировать те знания, которые у вас есть, если они есть, потому что многие приходят уже, что-то попробовав, что-то поковыряв и поняв, что, да, самому не пробиться. Второе, это заполнить те пробелы, которые у вас уже есть. То есть систематизируем, раскладываем по полочкам, те прорехи, которые есть, мы их заполняем и довести основные навыки до автоматизма. Потому что в большинстве случаев что-то ковыряют, всё делают неправильно, неправильно держат. Сколько не ковыряют, столько петли висят. Всё делают неправильно, да. То есть потом эти петли сбежавшие зашивают, поднимают и так далее. То есть всё это можно сделать так, чтобы сразу же начать правильно, но, тем не менее, не отработав вот это начало, вот всё изделие идёт наперекосяк. Ну и результат всего этого – это, конечно же, снять страх перед машинкой, потому что вы понимаете, почему она у вас петли сбрасывает и почему она у вас там что-то делает не так. И я привела несколько скринов из отчётов наших учениц. Можно, конечно, летпись писать, потому что отчёты первых курсов, особенно первых двух уроков, когда плачут и рыдают, и проклинают руки свои там и всё. То есть и напишут на себя всевозможные ярлыки. Это нельзя показывать. Здесь вот, да, ну с пятого раза получилось. Ну как бы, ну уж чего, кажется, за жаккарды, либо фанги. Ну несложно там. Вот как бы есть же эти рапорты. Ну вяжи себе и вяжи, перекладывай себе и перекладывай. Ну это потому что посмотрели, как это вяжут другие. Как другие вяжут, ну всё просто. Что там делать? Но когда начинаешь сам, есть жаккард, который ты не пробовала, какой-то там такой замудрённый, чего-то, оно не получается. А главное, в результате борьбы с самим собой чувствуется медленно, но уверенно переход на новый уровень. Это вот как бы отчёты из, точнее, выдержки из отчётов учеников. В итоге я поняла, что умела вязать просто прямое полотно. Вот прямое полотно, вот к нам с ним приходят, да? И поэтому наши квадратные пистелки, они как раз вот для тех, кто вяжет прямое полотно. Сомнения мои улетучиваются, желание вязать увеличивается. Вопрос, что первичное? Нравится, потому что получается, или получается, потому что нравится. Вот я думаю, что эти два понятия тут параллельно. Так вот, Елена, начинала с абсолютно нуля в вязании, доросла до того, что могу связать любую модель, какую захочу, нужно только немного подумать. Не нужно ползать по интернету, и не нужно искать и спрашивать, а как это сделать. Мне вот очень нравится, Лидия, закончила курсы школы вязания, даже жаль. Новая программа такая интересная, хоть заново иди учись. Мы стараемся, девочки, программу периодически менять, делать, чтобы вам действительно было интересно. Татьяна Ильина – это один из нескольких человек, который прошел программу девятимесячного курса меньше, чем за полгода. То есть она начала позже и окончила раньше, чем все остальные. Причем это было вот как бы в 16-м году. За это время стала уверенной, вязальной машины больше не боюсь. Работаю на ней с огромным удовольствием. Меня тянет каждый день к вязальной машине, уже не могу без нее. Это вот отчеты, которые мы получаем от тех, кто доходит до какого-то результата. Потому что первый курс – это, конечно, основы, но это точно даже как первый класс церковно-приходской школы. Ну, научили вас там читать, например. Ну, писать не научили, считать не научили. Там больше 10, вы ничего не знаете. То есть есть куда расти. Если вам кажется, что умение вязать на машинке, это умение вжикать туда-сюда, чтобы петли не сваливались, это все-таки еще начало. Это вот как то, что вы научились держать в руках ручку, и теперь у вас палочки получаются ровно, перпендикулярно. Наш курс машинного вязания подходит для вязальных машин с нитеводом и ручной прокладкой для любых вязальных машин. Как раз хочу к вопросу, машинка СК-260 включена в курс или нет? У меня лично две машинки с нитеводом и с ручной прокладкой. Точка. Все остальные машины идентичны, то есть есть два типа, и все машинки под них подходят. У вас сильвер с нитеводом, он вполне идентичен с сильверу 840, потому что мы не задействуем никакие перпокарты, ни электронику, мы работаем руками в ручном режиме. Особенность курса заключается в том, что нам без разницы, и вам без разницы, на какой вязальной машине мы показываем, потому что мы технологию обучения построили таким образом, что вы забываете о том, какой тип вязальной машины у вас есть. Разница только в том, как вы начинаете первый ряд, прокладываете вы руками эту нитку, либо же она у вас проходит автоматически. Это нюанс, на который вы обращаете внимание только первые две минуты вашего начала вязания. После этого все идет одинаково, как у всех. Поэтому вводный курс – это инструкция, что делать, как правильно и почему именно не так? Вопрос. А почему именно так надо, а не по-другому? Зачем мы это выделили? Конечно, можно экспериментировать. И как раз, Светлана, есть очень хороший слайд про то, что можно обучиться вертикально вверх, стрелочка идет, либо горизонтально за 20 лет. Так вот, если вы будете экспериментировать, вы 20 лет будете учиться и ломать копии голову, руки и машинку. И в итоге эта машинка полетит помойку, потому что разочарования сплошные. Если вы сразу делаете правильно, никаких разочарований. Это то же самое. Возвращаемся к письму и к палочкам. Вы можете в туалет пробовать, а что будет, если я палочку поведу в эту сторону? Вы не получите перпендикуляр. Вот и все. На нашем курсе обязательно обратная связь. Обратная связь – это отчеты. Отчеты нужны для того, чтобы мы убедились, что знание усвоено, потому что мы все-таки гордимся знаниями, умениями наших учеников. Когда мы выдаем дипломы в окончании нашего курса, то мы подтверждаем их тем, что мы видели все ваши отчеты за все 9 месяцев этого курса. Каждый урок. Каждый урок, да. Не просто один раз увидели какой-то отчет, а мы видели все отчеты. Поэтому, если вам будут показывать диплом нашего курса, значит, действительно, все 9 курсов по 4 отчета за каждый месяц были получены, были сданы. В противном случае, диплома нет. Второе. Для чего нужны отчеты? Для того, чтобы вы не ленились доводить свое отчетное изделие, неважно, тряпочка, это сшивание швов или что это, до идеального качества. Потому что, когда вы не стараетесь, то в результате, и результат как бы вот кривой, косой, и свитер будет такой. То есть, пока вы не доведете ваши навыки до автоматизма, вы все время будете повторять одни и те же ошибки. Поэтому, как только вы связали идеальную тряпочку, значит, вы этот этап прошли, значит, вы технику поняли. Потому что, пока вы это не поймете, вас все время будут куда-то перекашивать, вас петли будут бегать и тому подобное. Поэтому задача. Никто не присылает кривые отчеты, потому что он сразу же заворачивается обратно. Это первое. Второе, потому что мы их показываем в прямом эфире. Девочки не хотят, чтобы на фоне красивых изделий идеальных были очень там некрасивые кривые косы. Все хотят, чтобы их отчеты были лучшим. Ну и также ответы на вопросы по уроку. Мы просто принуждаем задавать вопросы, потому что девочки очень стеснительны и говорят, ну как же я буду отвлекать по такому вот мелкому вопросу. Но у нас нет мелких вопросов. Поэтому мы все время повторяем, что если у вас есть вопрос, напишите. Мы поможем его решить гораздо-гораздо быстрее, чем вы сами будете пытаться его решить, думая, что как бы неловко показать себя неумехой. Девочки, мы все были на этом уровне. Поэтому наша задача дотолкать вас быстро, чтобы вы тратили время на самостоятельные поиски. Мы знаем, как решить ваши проблемы. Ну и еще такой момент по поводу стеснения. У нас все идет через личку. То есть мы не выносим какие-то вещи на всеобщее обозрение. То есть все, личку мы публично только хвалим. Да. Так вот те проблемы новичков, вы их видите на экране, даже не будем перечислять. Это много. Их очень много, да. Ну вот как бы некоторые. Но каждая из этих проблем имеет несколько причин. Ну вот если как бы перечислять, вот причины, почему могут быть всякие сбросы, непровязы и так далее, их много. А выглядит абсолютно одинаково. Так вот, если возьмем первый урок нашего курса вводного, то это наборный ряд. И проблемы бывают сбрасывание и так далее, и так далее. Но мнение дилетанта, человека, который купил вязальную машину, и вот что такое связать изделие? Ну надо набрать первый ряд, а дальше вжикать, вжикать, вжикать полтора часа. Да, в полтора часа. То есть первый ряд, это мелочь просто. Основное это узоры, красота, вот это жаккарды. То есть набор первого ряда и вообще первый ряд, это мелочевка, это вот песчинка в пустыне. Но, как мы знаем, копейку рубль бережет, да? Вот точно так же из песчинки образуется буря, образуется пустыня. Поэтому начало ряда, начало, точнее, изделия, это половина дела. То есть хорошее начало, половина дела. Вот хороший набор края, это вот, сами понимаете, что это половина вашего свитера. И поэтому мы, даже вот мы в нашем курсе разделяем набор петель на несколько этапов и отрабатываем каждый этап до автоматизма. Я сейчас хочу по поводу этого сказать, чтобы понятно было, о чем речь. Потому что, когда мы делаем набор, это несколько действий рукой, несколько движений. Так вот, мы отрабатываем все эти движения действительно до автоматизма. Чаще всего, когда показывают просто видео, нюансы внимания не обращают. Мне очень нравится, Марина, наша ученица, пишет, кроме навыков вязания на машине, курс очень развивает письменную речь, в особенности формулирования вопросов. Это так, бонусом. Ну, с вопросами, да, песни, конечно, особенно по первости, да. Очень тяжело иногда понять, что же человек имел в виду, потому что, когда мы начинаем писать, мы забываем, что хотели спросить, и наоборот. Так вот, если вернуться к тому, что наборный ряд, он бывает нескольких, точнее, назначения его, но точно так же бывает несколько еще видов вот этого наборного ряда. И вот, вы можете посмотреть, это то, что будут провязывать участники нашего вводного курса, это несколько вариантов наборного ряда. Вопрос. Зачем нам столько вариантов? Разные машинки, разные особенности и разное назначение у каждого наборного ряда, потому что мы вяжем очень много вещей, разнообразие огромное, и каждая вещь требует своего подхода. Вы должны знать все, массу вариантов. Вот сейчас перед вами не тряпочки провязаны, а отработка техники. Причем, потому что набор петель, мы немножко о нем рассказали, то же самое касается закрытия петель, убавок-прибавок, боковых краев. Вот здесь вы видите отработку уроков подписано сверху закрытие, снизу открытие и бока. То есть это абсолютно четкая отработка уроков. Нигде не свалилась ни одна петля. Во-первых, отчет, насколько идеально. Это говорит о том, что человек, во-первых, связал аккуратно, во-вторых, идеально оформлено все. Ты видишь, это каждая сфотографирована, коллаж сделан. Это идеальное оформление, и хочу вам сказать, что большинство отчетов идут именно так. Самое главное, что видно по отчетам, что нигде ничего не слетело, не свалилось, это как раз то, чем мы добиваемся, чтобы не думать о таких делах. Второй урок сложнее. Это частичное вязание, подгибы, петли вертикальные, горизонтальные и подбор плотности. Это, опять же, азы машинного вязания, без которых мы не можем идти дальше. То есть мы не тряпочки вяжем, мы вяжем технологии. И технологии отрабатываем, видите, до какого состояния. Третий урок, очень важная тема, простейший расчет, для того, чтобы можно было вывязать прямоугольник, то есть без зубовок прибавок, не кривое полотно. Потому что узоры для многих это как раз те самые олени, без которых никак не прожить. Отлично мы ввели его в этот курс, чтобы вы как бы закрыли эту тему. И еще шивание полотна, это тоже очень важный момент. И на прошлых курсах у нас была вот такая вот шапочка для младенца, которая связана как раз с тем знаниями, которые мы получаем именно на третьем уроке. Но с этого года мы решили немножко изменить программу. И теперь, помимо вот этого всего, всей этой красоты, которую вяжут девочки до третьего урока, мы вводим шапочку с ушком, на третий урок. Мы убираем шапку для младенца и вводим шапку, которая у нас была апофеозом четвертого урока. Теперь она будет третьим уроком. Потому что мы сделали вывод, шапка не настолько сложна, чтобы ее переносить, как апофеоз. Да, потому что все равно вы ее вяжете после третьего, и мы решили убрать шапку квадратную и сделать вот эту шапку. Здесь очень много всевозможных технологий. Вот все, что мы проходили на первых... Да, трех курсов мы вот здесь вот свяжем. То есть у вас будет неделя для того, чтобы связать вот эти жаккарды, фанги и все остальное и связать эту же шапку. Но зато... Ну вот видите, шапки, опять же, возвращаемся к моделям. Вы видите, что не обязательно вязать натуральный размер. Это особенность нашего курса. Мы вяжем макетки, масштабы. Куклы. Куклы нас выручают... На нашем курсе, да. Это основная наша модель. Потому что не все модели нужны. Не все свитера, кофты, юбки, все, что мы вяжем, вам подходит. Кукле подходит все. Мы вяжем не свитер, мы вяжем не юбку, мы вяжем... Технологию. Технологию. Мы отрабатываем сшивание, расчет, схему. Как это все оформить? Представьте, что к вам пришел заказчик вот именно с такой моделью. Все. И вопросов, что вам идет, не идет, вообще не ставится. Человек пришел, хочу такую модель. Все. Вот вы ему вяжете. Что на взрослую голову, что на кукольную. Качество наших изделий абсолютно одинаково. Только меньше времени, меньше сил и меньше пряжи. И причем, несмотря на то, что мы показали вот такую шапку, вяжут совершенно другими узорами, другими оформлениями, все как бы по-другому делают. Почему? Потому что задача не связать эту шапку, не повторить по схемкам, по описаниям, а все-таки придумать что-то свое. Это как бы уже мы начинаем развивать свое мышление. Если возвращаться к тому, как наши девочки после этого урока начинают видеть шапки, они пишут, что стали обращать внимание на то, что швы-то на шапках ужасные, шапки-то красивые, там затканные всякими узорами, да, ранами, а сшито-то сзади вот такие расходящиеся швы, как получится. И поэтому в первых трех уроках показано несколько вариантов каждой технологии. И в третьем уроке готовое изделие шапки содержит по одному варианту каждой технологии. Мы специально объединены. А в четвертом уроке мы еще раз применяем все изделия, все технологии, которые мы провязали. И мы решили с этого года сделать такой подарок. Все, кто уже записались на наш курс, они этого не знают. Мы сегодня только об этом говорим, о том, что на четвертом уроке мы будем вязать вот такой джемпер. То есть мечту свитера с оленем мы подумали, а почему бы и нет. Мы же все эти технологии и вот эти подгибы, и кривые линии, и убавки-прибавки, и прямое полотно, и жаккарды, и сшивание горизонтального, вертикального. Мы все прошли на первых трех уроках. И мы решили, что четвертым уроком у нас будет вот такой вот джемпер. Это наш подарок, потому что мы как бы долго, шесть лет к этому шли, и наконец-то мы решили, а почему бы и нет. Мы все время думаем, что девочки не готовы к большому изделию, на самом деле. Мы сами в них сомневаемся, но мы понимаем, что чем больше мы в них сомневаемся, тем меньше успехов они достигают. Мы вас верим, и мы понимаем, что связав шапку, те же самые технологии, которые вот это у вас ушко, вот это у вас кривые линии, это у вас убавки-прибавки, это у вас сшивание горизонтально-вертикально, и фанги, и узоры, все здесь. Вязание отчетного джемпера, если вы учитесь на годном курсе, неравнозначно думаете, что да я, что буду тут месяц маяться, куплю четвертый урок, джемпер, все-таки он стоит дешевле, чем курс, и весь курс освою. Нет, в этом изделии мы проходим по одной технологии из того многообразия, что мы прошли на первом курсе. То есть там мы проходим много приемов технологий, здесь мы будем их уже отрабатывать, на них уже не будет обращаться внимание, как делать правильно, как неправильно. Наталья не будет заново все это проговаривать, здесь уже будет действительно применение того, что мы прошли. При этом вы можете использовать любую технику из тех, которые вы уже знаете под предыдущим трем уроком. Поэтому наш этап вхождения в машинное вязание это вводный курс. Это первый курс из 9-месячного курса машинного вязания. В курсе очень много, много всевозможных технологий. Вы можете посмотреть описание у нас на сайте, там же оплачивать, и я увижу, кто оплатил, я вас подпишу в ссылку мастер-группы. Есть некоторые ограничения, просмотр уроков только с компьютера, потому что уроки идут с кодами по IP-адресу, и просмотр записи по времени не ограничен. То есть, когда спрашивают, а если я через месяц или через год хочу вернуться, во-первых, вы не захотите через год вернуться, потому что вы все это отработаете на вводном курсе, вам это будет не надо. Но через месяц, через два, если вы, мало ли, застрянете, да, вы эти записи сможете смотреть. Поэтому обратная связь это обязательно. То, без чего мы просто не даем возможности получать бонусы. А бонусы это все-таки то, что стимулирует на то, чтобы получать какие-то знания больше, чем хотелось бы. То есть, это все-таки небольшое принуждение. Так вот, первый бонус это капюшон-башлык. Это вот шарф-капюшон. Да, да. Второй бонус то, что когда те, кто проходит в живом потоке, это гораздо больше эмоций, чем когда проходит по записи индивидуально. Поэтому мы стартуем 11 сентября. Присоединяйтесь. Вы увидите, что такое поддержка. Потому что к нам девочки возвращаются, которые полгода, год пропустили, возвращаются по новой. Они понимают, насколько и продолжить можно. Вот те, кто, Ирина спрашивает, а можно ли продолжить? Конечно, можно. Я еще раз скажу, что возвращаются те, кто отстал, потерялся. И мы всегда их принимаем обратно, потому что они поняли, насколько в одиночку идти тяжело. Вы можете присоединиться либо к текущему курсу, либо идти индивидуально, потому что вы все равно будете получать от нас обратную связь. Но только что мы не будем про вас рассказывать на вебинаре мастер-группы. Все остальное вы получите то же самое. Поэтому на первом курсе мы определяем границы возможностей своей машины и себя. Вот как бы мы встраиваемся в структуру, чтобы мы поняли, на каком языке с этой машиной разговаривать. И через месяц вы забудете о проблемах новичка, которые у некоторых годами преследуют. Ну и что тут сказать? Причина неудачи это слабое желание. То есть это не потому, что звезды не так сошлись, не в том квадрате находится, не в том, что кризис в стране. Все-таки, как говорил профессор Преображенский, кризис он не в туалетах, он в умах. Поэтому причина неудачи это все-таки слабое желание. Описание вводного курса находится по ссылке под этим видео. Еще раз напоминаю, что не реагируйте, пожалуйста, на комментарии, потому что вот сейчас девочки в чате пишут, что это боты, которые реагируют на поисковые слова. То есть как только вы спрашиваете, как купить, как оплатить, сразу же кто-то появляется, кто вам готов рассказать, как это сделать. Не обращайте внимания, кроме меня, администратора, никто вам не должен отвечать. Если вы заплатили куда-то туда, как бы это не к нам претензии, мы не виноваты, что вы не соблюдаете правила техники безопасности. Ну и, как говорится, они удачники никогда не побеждают, зато победители никогда не сдаются.